так братья сестры еще один урок я сказал что начиная с 325 года по 843 год пришли многие проблемы в жизни исторического христианства в целом и через антисемитизм церковь оказалась на краю очень больших проблем почему потому что лишившись именно еврейского взгляда на многие вопросы на библию толкование объяснение писания церковь была но обречена рано или поздно попасть большие проблемы и так и получилось выросли некоторые поколения богословов которые не знали или же игнорировали еврейский взгляд на писание и получились получилось что философия греческая римская пришла в богословие многобожия упомянутая уже вера во всякого рода посредников дополнительных помимо одного единства неповторимого посредника первого священника исповедания наших господа иисуса христа эта проблема пришла через философию греческую римскую африканский мистицизм знаете ли примерно так рассуждали богословы тех далеких столетий я утрирую умышленного вот именно так вам коротко мысли то донесу что ведь иисус он еврей как ему до конца понять допустим ну грека римлянина до нужны национальные посредние какие-то дополнительные которые понимают больше именно народные особенности эти культурные потом иисус не был женщиной и до конца как бы женские проблемы насчет вопросы как бы ему непонятны как бы вот нужны дополнительно посредницы уже но конечно же первое в этом списке и являлась и является по сей день в традиционном православии католицизме богородицы да из марии из мариан сделали именно настоящую богородицу культ который был известен еще с незапамятных шумеров вавилонских этих времен это в общем то думаю многим из вас известный факт да нет а что из тех самых что один из первых культов известных на нашей планете это культ семирамиды сыном фамузы на руках культ богородицы еще в древнем шумере вавилоне он был известен и потом в египте он имел продолжение очень такое сильное в лице культа богородицы из или которая была очень почитаема там в африке потом богородица очень известная такая вообще их было очень много очень много в разных народов по-разному называлась эта личность значит но явно конечно не божья личность до духовной личности но оккультного рода бесы которые которым поклонялись язычники так павел на сам написал когда без когда язычника приносит жертвы они приносят не богу но бесам это однозначно то есть нельзя говорить что в таком культе было просто воздух что-то совершаем а ведь если бы было бы просто актом вот молитвы самой самих людей лишь или их приношение нет ведь были же и ответы на которых были же какие-то мистические сверхъестественные проявления на которых держалась вот это здание тогдашнего тогдашней религии так вот древние этруски называли вирга патитуры допустим насчет скандинавы называли дизой древние китайцы называли шингму святая матерь насчет было сейчас не помню всех наименований на десятки разных наименований самый известный в писании вариант это астарта ашера ашторов кстати синодальные переводчики испугались прямого перевода многих слов ветхом завете как мы называем и там много неточностей до сотни фраз касающихся богородицы изменены как раз чтобы не не испугать русскоязычного обывателя читателя библии допустим классический пример история с или ей да пророк или я и с одной стороны с другой стороны жрецы дубравны написано еще помните да в русском синодальном переводе никаких дубрав там помине нет абсолютно там нет слова дубравы даже близко там есть слово богородица это были жрецы богородицы это были жрецы ашеры ашторов астарты можно также перевести но ни в коем разе не дубрав никаких и там десятки мест где говорится слово богородицы или ашера или ашторов там то все это заменено на дубравы дубраву хотя никаким деревьям нам отношения не имеет это абсолютно все но чтобы не напугать опять-таки читателя русскоязычного не только в русском языке такая билиберда произошла переводческая но также и в других языках мира во многих языках также переводы некоторые на английский язык переводы также пестрят к сожалению неточностями потому что переводчики традиционные христианские переводчики испугались но будучи католическими там или православными испугались буквальных переводов этих слов но которые разоблачают демоническую сущность культа богородицы которые есть вот в наши дни по сей час еще скажу что философия это глупо вот веры в много веры в разных посредников но она вот есть первых четырестолетие можете отметить себе в конспекте к их до самого 431 года до 431 года вопрос а многобожий не стоял христианстве тоже то есть вы можете любому традиционалисту христианскому это сказать смело что до 1000 извиняюсь 1000 извиняюсь до 431 года первых четырестолетия вопрос не стоял о дополнительных посредниках к богу первых четырестолетия христиане и первых 300 лет когда бросали к львам там и потом сто лет уже свободы сто лет обращай ваше внимание свободы когда десятки тысяч церквей строились по всей необъятной римской империи и за пределами ее молитвы возносились только лишь господу богу лишь одного посредника знали в этих храмах насчет больших и малых иисуса христа все это было аксиома но даже больше того скажу первых два вселенских собора которые были в четвертом столетии они ничегошеньки не говорили там о дополнительных посредниках даже вопрос такой на повестке не стоял были другие проблемы конечно я уже назвал цезарепопизм но не было проблем вероучительных вот такого плана как многобожия откуда же ересь это пришла точно неизвестно а кстати в назарете меня научили значит я в синагоге проповела мессианской там там рыба вначале достал телефон и говорит достанем телефоны наши и помолимся я думаю стоп это что такое то без роуминга связь поймая с ним я тоже достал на всякий случай телефон думаю мало ли может быть посчастливец и сейчас звоночек сделать а на счет арабе говорит значит давайте помолимся так там были русские евреи он год вот благословим бог наш давшина мобильную связь и повелевший и отключать время служений и все нажали вместо аминь кладца интересно было да я потом практиковал себя в церкви это все несколько раз да ну я сам позорился несколько за кафедры поэтому знаю что такое и вот предположительно что это ересь пришла из африки вообще-то точно неизвестно но скорее всего из африки а потому что именно в том регионе вот нынешние сомали эфиопия да и египет тоже принципе вот в этих в этих странах до проживали монахи мистики наверное них кое-что завтра скажу на тоже пару слов скажу но одним словом были мистические такие учителя определенные монахи спиритисты вышедшие из гностицизма кто такие гностики знаете гносис знание это мистические полуоккультные секты древнего мира можно так назвать ничего общего с библии не имеющие наоборот даже это антисемиты как правило или через одного или слушая рядом это антисемиты и не принимающий библию как правило за редким исключением в лучшем случае принимающий только новый завет не принимающий ветки однозначно гностики не верили в творение всего мира богом верили что невидимый мир духовный сотворен богом истинным а вещественный материальный дьяволом или бесами или или же богами низших ионов там разные были философии но ничего доброго в этих учениях не было поверьте гностицизм это носят знания то есть можно перевести как на русский как знайки но знайки они с той стороны эти знайки за знайки они насчет по сути жили своей философии своим миром но в четвертом столетии когда христианство стало обязательным для всех они стали уже гностиками уже христианскими идеалом гности гностиков было монашество одиночка это был идеал монашество значит идеал гностицизма и первые монахи вышли именно из гностицизма древнего африканского особенно гностицизма очень радикального гностицизма гностики очень пренебрежительно относились к женщине очень настолько что не считали большинство из них не считал женщина человеком даже то есть но это все перешло потом христианство я расскажу еще пару моментов может быть завтра там можно упасть вообще что было в христианстве в средние века особенно так в философии христианской так вот испорченные уже вот этим гностицизмом монашеским они насчет очень ну потому что они не верили в то что материальный мир сотворен вещественно сотворен богом поэтому они смотрели на супружеские отношения как на нечто греховное вообще сексуальная жизнь человека считалась греховным поэтому кстати монашество когда власть захватила в церкви в пятом столетии и потом паразитировала в церкви монашество именно в этот период как раз раз возникали вот допустим доктрины многие или практики такие человеконенавистнические всевозможные практики ущемления в правах человека вот на поверхности лежащие сейчас вот великий пост до в традиционной православной церкви откуда он пришел откуда другие посты пришли и многие вот эти вот ограничения допустим на половую жизнь сексуально до человек отводилась ну в году может быть дней 10-20 от силу вообще и все это монахи установили монахи безбрачные взяв власть в церкви они обязали все общество жить по таким стандартам посты праздники проект по праздничные дни на счетом значит и прочее 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 и получал что они смотрели на как нечто плохое изначально греховное на саму жизнь сексуальной поэтому они так и писали и дальше даже переводчики синодальные они в общем-то порой извращали текстом даже нового завета для того что в угоду вот этим заказом монашеским многие тексты они извращены на самом-то деле ну самый такой как бы более-менее такой перевод такой спокойный ложе да будет непорочно ну-ка бы ну красиво хотя хотя никакой постель там вообще не имеется ввиду вообще и никакого ложа там нету в помине даже буквально переводом говорится что сексуальная жизнь половая жизнь у вас да будет в почете говорится значит именно жизнь этом в контексте имеется думаешь и жена конечно же да супружеская жизнь вот но переводчики боялись таких переводов вообще и допустим дети насчет братья и сестры иисуса да дети марии иосифа можно предполагать предполагать это это нормально и первые христиане первых там 300 400 лет так и предполагали в принципе как бы ничего там криминального не видели материнство считали первые христиане она не является греховным не является проклятием как бы и даже очень высоко ну ценилась христианами значит материнство семья были большие и в этом не видели никого греха но когда монашество в пятом веке взяла власть в церкви тогда придумывались разные мифы якобы вдруг ни с того ни с сего первых 400 лет не было таких учений потом вдруг появились такие что якобы это приемные дети или это духовные дети или это дети иосифа первого брака кто угодно вообще лишь бы не дети марии вообще а почему потому что богородица допустим даже самое артемида эфеская до самый известный культ в новом завете на описанный из богородиц это культ артемида эфеской вечная девственница ставшая матерью и оставшись девственницей и они также говорили что вот именно как раз вот храм артемида эфеской значит он являлся даже одним из семи чудес света в свое время потому что паломники приходят туда они говорили восклицали о это не могли люди построить это боги построили потому что настолько величественное здание 120 массивных колонн по 20 метров 20 метров все это в слоновой кости золото серебре махина афинский акрополь в общем-то скромный по сравнению с этим большим сооружением был и поэтому паломники приходя даже из африки из инди китая насчет со скандинавии насчет были паломники туда в эфес к сентябрю приходили люди и поклонялись артемиде и говорили о это богиня и именно там как раз это многобожие и как бы было легализовано кстати в этом же городе думаю не просто совпадение так вот и поэтому а марии стали всевозможные небылицы распространяться которые до сих пор они вот имеют место в традиционном православии католицизме к сожалению здесь так коротко то и не все даже не расскажешь но я постараюсь коротко почему говоря богородицы больше потому что в основном вот тогда в 431 году в основном вопрос шел они и об апостолах то есть вопрос был поставлен именно так африканцы значит они добивались ну привнесение этих ересей в церковь даже раньше они пытались еще лет за сорок наверное до этого события известно такого летописи такой факт оказывается лет за 40 до этого собора 431 года африканцы посещали кипр и на кипре вели дискуссии насчет эти монахи мистики на что они чем они опирались они говорили что нужно молиться еще не только богу не только иисус из похода ты но еще также все таки и мама его да и ближайшие ученики апостолы на чем еще до сих пор приводят на теле и приведет еще я в глубоко убежден потому что еще драма предстоящая апокалипсическая еще впереди думаю насчет но по порядочку тогда на кипре о запишите себе интересный факт в дискуссиях в разговорах с традиционалистами вам это очень пригодится чтобы помочь как это поможет вам в разговоре с традиционными христианами православными католическими поможет им вам им вам поможет им помочь перейти к евангелию прийти к иисусу к спасению епифаний кипрский архиепископ кипрский епифаний архиепископ кипрский именно тогда лет за 40 до этого вселенского собора в самом конце четвертого столетия он дал достойный ответ африканцам приплывшим на кипр епифаний кипрский он официально святой вот чем козырь то он официально святой в традиционной православной католических церквях и вот его мнение было следующее по поводу марии цитирую ее должно уважать но никто не должен молиться ей это был достойный ответ этого епископа он подробно объяснял из писаний почему он в этом убежден почему не следует христианство менять в угоду вот этим свежим свеже испеченным откровением видением всевозможным сновидением этих монахов монахи уплыли несолонно хлебавшие не удалось им насчет совратить в ересь богородичную насчет в многобожие не епифаний кипрского не других киприотов христиан в общем-то неудачно была поездка для африканцев но небра они готовились к реваншу и им очень повезло вскоре потому как пришел новый патриарх в африке это был кирилл патриарх александрийский лидер африканских христиан северо-африканских именно египетских так вот и этот патриарх он всех этих монахов с пустыни приблизил к себе мистиков и он задался целью именно привнести эти ересь привить эти ереси церкви но не своими просто лишь силами он понял что своими силами чем получится он обратился значит к императору то есть он заручился поддержкой императора дело в том что тогда феодосий второй император и его двор были за был и у них интерес такой нас заказ был на смешание христианство с язычеством и по поэтому предложение кирилла александрийского было как никогда кстати потому что все культы насчет языческие прежние знали нечто подобное и в христианстве по мнению императора и двора императорского должны быть должны быть такие как бы реформы но не реально не реформа а именно порча христианство и вот заручившись поддержкой там наверху он чувствовал себя уже конечно же на коне и вот вообще кирилл иерусалимский это был очень большой пройдоха даже традиционные историки вынуждены это признавать католические православные даже неверующие историки атеисты в шоке от этой личности которая шла по головам и в общем то политикан интриган насчет коррупционер и человек который не имел даже по человеческим принципам не по христианским по человеческим не имел ничего святого он пришел к власти в церкви в африке именно он был очень выгоден императору и этим монахом которые видели в нем лидера которому что может организовать все и довести до конца логического и вот в 431 году был назначен вселенский собор для рассмотрения этих вопросов ну формальным поводом были были другие вопросы но реально шла речь именно об этом формальным поводом было обсуждение поведения и учения патриарха не история константинопольского а на самом-то деле шла речь именно о многобожии кирилл патриарх александрийский понимал что в честном разговоре богословском он даже минуты не выстоит он понимал что из писания нет аргументов никаких наоборот все писание против него но а на мистическом опыте еще лет 40 назад монахи африканцы уже опозорились уже в разговоре в дискуссии на 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 кипре поэтому он понимал что он не выстоит значит поэтому он пошел на хитрость и одной поддержки императора было мало ведь собирались богословы епископа с разных регионов антиохийская школа богословия и русалимская школа богословия с константинополя с рима поэтому люди приедут грамотные известные и в общем то он лишь опозорился бы поэтому пошел на хитрость он приехал раньше всех и провел собор без всех самостоятельно какая подлость смотрите интересно да он это было 22 июня 431 года многие православные которые этого не знают факта вообще я сам не знал этого факта дело в том что даже и русскоязычный читатель ему трудно найти вообще нет православный неважно кто он католик или протестант русскоязычным очень трудно найти информацию об этом потому что на русском языке деяния вселенских соборов было издана лишь однажды и очень скромным тиражом в конце 19 столетия сегодня лишь штучные экземпляры сохранились библиотеки ленина в архивах ну понятно кгб насчетом и еще где-то в украине нет ни одного изобряна сколько я знаю может в частных коллекциях может быть есть где-то но не в церковных не в светских библиотеках нет просто-напросто я делал запросы специально в киеве делал запросы значит нет нет этого издания в москве есть библиотеки ленина но чтобы попасть на это на чтение этой книги надо месяцами ждать очереди вообще и очень короткое дает тебе время мне посчастливилось работать немного библиотеки ленина и в химках где хранилище насчет от библиотеки ленина и несколько дней мне повезло просто в жизни очень сильно тогда поработать там вплотную на английском языке есть бесцензурные издания полное издание свежие издания буквально вот на десятилетней давности сейчас свежим изданием с иллюстрациями многотомные издания деяния вселенских поместных соборов на английском языке на греческом есть тоже относительно свежие издания в россии же одно лишь было это цензурное издание и очень скромным тиражом больше не передавал поэтому это позволяет отсутствие информации этой позволяет религиозным мошенникам насчет всевозможным митрополитами епископом богословом стихтоведом обманывать миллионы душ я расскажу кое-что вам хотя информацию можно такие я вначале не не там же искал информацию вначале я заинтересовался допустим у профессора постного михаил постнов истории христианской церкви это православное издание изданное в бельгии значит католическими такими издателями которые дружат с православными христианами михаил постнов это историк профессор кафедры истории христианства преподаватель семинарии академии духовной он работал еще до революции и сразу после революции потом был вынужден в двадцатом году выехать значит спасаясь от большевиков и умер он по моему в софии где-то в восточной европе он успел перед смертью издать он еще умер до второй мировой войны он успел издать эту книгу история христианской церкви из русских значит историков русскоязычных историков он наверное единственный кто не побоялся вот так вот более или менее объективно подать этот материал и на русском языке есть издание свежие издания его истории христианской церкви также есть его издание свежие значит переиздание книги гностицизм называется второго и третьего столетия и победа христианской церкви над ним вот в этих материалах я обнаружил интересную такую вещь он пишет о соборе 431 года не так как я привык это раньше читать что это были разные соборы по порядочку 22 июня патриарх кирилл вот этот негодный человек из африки он со своими африканцами приехав провел заседание собора на котором постановил революционное для христианства решение что что якобы христианам отныне дозволено и позволено и даже благочестиво молиться кроме посредника иисуса христа еще также и богородицы марии называя марию богородицы как и другие божества языческие и также апостолам который якобы уже вастилен на престолах и уже судят колено израилевой поэтому уже и можно тоже молиться пока посредником не шла речь о сотнях святых шла речь о 13 дополнительных посредниках но прошло немного времени уже через 20 лет по моему на халкидонском соборе уже молились другим уже дополнительным посредником а через сто лет начале уже 6 столетия молились сотням посредника вообще сегодня насколько я знаю в католицизме в православии уже десятки тысяч разных святых и в одессе везде по украине можно в храме в любом фактически купить в традиционном православном храме можно купить такие брошюрки они называются какому святому в какой нужде молиться вот я это называю пособием для начинающего многобожника знаете ли вот к сожалению что есть то есть в моем храме где я раньше служил в традиционном православии до того как вышел из русской церкви по идейным соображениям тоже продавались такие же абсолютно эти издания мне очень мне до сих пор неприятно знаете до сих пор неприятно что в бытность мою священником традиционным я тоже часто внимание людей обращал к богородице к другим умершим святым да и в моей личной жизни это было сплошь и рядом господь где-то присутствовал моей жизни молитвенный но ему отводилась очень скромная роль довольно таки очень скромная роль даже в процентном отношении каждодневная кафиста богородицы потом еженедельный какому-то из святых и очень редко когда я обращался именно господу иисусу кафе святой троицы и вообще даже по молитва слова если посмотреть традиционному православному или молитвеннику католическому видно что очень скромный роль отводится господу домина доминирует именно обращение молитвенное кому-то еще помимо господа вот такая система извращенная система христианства она вот тогда же зарождалась именно как раз так вот а что же дальше было 26 июня через несколько дней буквально 26 июня приезжают все остальные собираются делегаты антиохийцы с иерусалима с константинополя приезжают богословы антиохийская школа богословия во главе этой школы был тогда в патриарх иоанн антиохийский патриарх иоанн он же и был лидером этой группы приехавших как раз богослов и с удивлением приехавшие обнаруживают что оказывается уже собор состоялся африканцы сами уже все порешили проголосовали приняли и приехавшим предлагалось лишь ознакомиться и подписаться и разъехаться без рассуждений без того чтобы даже подискутировать это было вообще шоком потому что первых два собора они предполагали значит и вообще по регламенту вселенского собора полагалось выслушать все стороны вообще элементарно даже на первом соборе там уж арию это дали слова на счетом казалось бы значит там и на втором соборе выслушали кого-то из македоньян там значит прочее то есть получается что полное беззаконие было и конечно приехавшие отцы да тем более что решение которое предлагалось им подписать даже при беглом ознакомлении просто повергала в ужас это ломало все христианство вообще первых четырех столетий конечно приехавшие отказались подписывать вот так вот все это больше того и она антихийский заявил что мы будем все рассматривать соборно африканцы отказались за редким исключением они отказались пересматривать все лишь некоторые были наблюдатели с африки остальные отказались демонстратив вместе с кириллом отказались пересматривать все 26 июня же несмотря на то что с дороги были люди и не с поезда не самолета знаете ли путешествие было таким очень затруднительным долгим для них месячным путешествием как минимум так вот эти люди провели собор 26 июня рассмотрели все решения 22 июня нашли их еретическими фактически после каждого решения собора 22 июня в 26 июня соборе было сказано анафема 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 и больше того значит в одном одним из спикеров собора 26 июня был некто анастасий протосинкил представитель вселенского патриархата и он заявил примерно следующее что он привел цитату из апостола павла что если бы даже год ангел бы пришел бы и другое благовестие принес бы или мы год апостолы бы пришли бы и другое благовестие поэтому все вот эти вот туда будет анафема поэтому вот все вот эти вот заявление монахов о том что им явилось то ангел то там умерший какой-то явился дух какой-то да то во сне приснилось все это анафема если это не подтверждается словом божьим тем откровением которые уже мы приняли уже и первых четыре столетия с ним жили кстати насчет один один из спикеров собора 22 июня предыдущего да был значит местный немнон его звали немнон эфесский митрополит как бы принимающая сторона как бы да именно в эфесе все это проходило так вот митрополит мемнон ефесский 22 июня он даже сказал такую фразу вообще пример такой ну просто ужаснейший сегодня он обличает традиционалистов православных католиков в грехе на счет мемнон ефесский говорит так примерно говорил что вот мол молди неспроста не просто совпадение что именно в эфесе это сам этот собор состоится потому что состоялся потому что эфес был издревле славен и известен культом артемиды эфеской и вот якобы наши предки он имел своих этих греческих там прародителей они как бы предугадывали настоящую богородицу как у евреев были пророки здесь были предугадывания настоящей богородицы которые есть уже марии и как бы наши отцы поклоняясь артемиде сами того не понимая они уже предугадывали настоящий богородицу которые сейчас уже мария да реаниматор язычества и в христианстве этот мемно наефесский да так вот даже его выступление сохранилась в протоколах вселенского собора того и она является до сих пор как бы одобряемым получается официально церковью потому что пересмотра не было до сих пор до сегодняшнего дня в официальном православии так вот вот два решения 22 июня за многобожие 26 и не против кстати патриарх иоанн антихийский в своем выступлении утверждал что зачем нам нужно пересматривать веру первых четыре столетия прожили и нормально зачем нам пересматривать такие фундаментальные догматы веры куда кто будет судьей между этими двумя сторонами государь император взял на себя право быть судьей ему на стол легли эти документы 22 июня 26 не вот куда он руку положит че решением подпишет то и будет православным католическим решением монахи ликовали они за государственные денежки были доставлены на кораблях прямо в столицу в константинополь потому что в столице было но шоком там были сторонники многобожие но их было немного во первых и власти могли опасаться даже таких нам провокаций так вот поэтому монахи устроили всенощное факельное шествие как времена в третьего рейха до получается факельное шествие по столице константинополя византии по константинополю и выкрикивали часами кричали присвятая богородица спаси нас или спасай нас то есть буквально как в эфесе безумствовали вот те значит язычники кричан еще что велика артемида эфеская волнение устроили и вот ко всеобщему ликованию этой толпы значит с факелами вышел император к ним и заявил что он принимает решение признать каноничным решение 22 июня собора патриарха александрийского значит кирилла толпа ликовала этих монахов скандировала обращалась уже к богородице молились богородицы по церквям в константинополе были обязаны люди молиться богородицы те кто отказывался их репрессировали фактически все участники собора 26 вы не были репрессированы выжило немного из них людей лишь те выжили кто согласился таки после заключения определенного подписать решение 22 июня патриарх и она был репрессирован антиохийский и фактически вся антиохийская школа богословия сотни епископов священников были отправлены в казематы и не из них но я не слышал что кто-то возвращался то есть они не вернулись оттуда это было верхнем египте в уазе синибис там где была тюрьма как раз для особо опасно политических и религиозных преступников империи и там содержались не только патриарх и она значит репрессированные братья эти но и также сотни других митрополитов и епископов священнослужителей греческой церкви с константинополя с иерусалима много было репрессировано значит тогда священнослужителей этих христианских пастырей отправляли значит как минимум в ссылку а чаще всего на каменоломни где они заканчивали в тяжких работах свой жизненный путь притом интересный факт такой меня он очень заинтересовал что патриарху не историю при всем при том что его обвиняли во многих грехах и ересях я не знаю может быть он в чем-то был виновен хотя немецкие историки археологи доказывают что вина с него снята после обнаружения так называемого лженистория сочинения но как бы то ни было даже сам виноват в некоторых учениях он и другие братья там в оазисе небес отказывались подписывать решение 22 июня каждый год им предлагалось от императора помилование в случае подписания этого документа если бы они подписали признали бы богородицу и других умерших святых ходатами к богу то им обещалось возвращение в их епархии восстановление должностях их дворцы вернули бы дворец патриарха не истории мало чем отличался дворца императора на старости лет живи себе как у христа за пазухой да но он предпочел временное наслаждение насчет пренебречь да и страдать с народом божьим тогда вот таким образом это вкратце рассказал там истории более драматичные и много очень эпизодов таких интересных есть но время просто не позволит уже я скажу лишь что вот с этого момента с того самого 431 года постепенно шаг за шагом многобожие распространялась как снежный ком знаете ли в начале немного а потом больше 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 и до сих пор безумие это продолжается почему потому что с каждым поколением требуется канонизация нового святых почему да просто на просто потому что в прежних уже многие разочаровываются тем более не очень давние уже нужно свежие новые вливания но и новые мало работают и выход лишь один для всех сегодня вернуться к нашему господу богу и спасителю вернуться покаяться и иисус сказал так что как моисей вознес змею в пустыне так должен быть вознесены и сыну человеческому чтобы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную взирая на него все эти укусы ядовитых этих страшных змей греха проклятия многобожие всего они этот яд нейтрализуется когда мы взираем на него на господа называют богослов это еще христоцентричностью то есть когда мы взираем на христа как на центр нашей жизни слава иисусу христу так вот друзья мои скажу что кроме многобожия еще завтра еще кое-что расскажу я еще но зацеплю еще одну тему здесь же многобожие делают вера во всякого рода посредников ходатай в дополнительных богу якобы делать страшную очень работу в христианстве и делала и делает как некий духовный спид убивают иммунитет тела миссии тела христа какой иммунитет тела миссии это библейское понимание спасения библейское уверенность спасения вообще если человеку молится разным посредником ходатаем то ему все сложнее и сложнее осознать библейский путь спасения и принять спасение и очень легко потеряться в этих дебрях человеческих всевозможных измышлений богословствование умствование вот перед вами тоже живой пример знаете ли я говорю что чем больше погружался в пучину традиционализма тогда православного будучи священником русской церкви православной тем больше знаете ли терялось из виду вот это вот понимание спасения как спастись в чем путь спасения на теле это и вопрос оставили мне просто в стопор вступить просто вообще стопор и я просто просто ну скажу может это громко быть сказано но был на пороге некого отчаяния такого религиозного это трудно объяснить потому что внешне все было хорошо жена двое детей приход я священник уважение деньги власть какая-то значит то есть в принципе все что я думал в жизни чтобы меня было она все у меня уже было уже к тому времени и в понимаете ли я как бы звезд с неба не сорвал но не со здоровьем не с финансами не с чем не было проблем то есть вот я со всей стороны был доволен тем что у меня было и более комфортной жизни я не мог себе представить тогда вообще то есть ну как бы вот все что я знал она у меня было но при всем при том странное такое знаете ли пустота еще больше становилось вот это внутреннее вот это непередаваемо просто носок это бы доставляла мне какой-то какую-то панику внутреннюю даже я бы так сказал можно назвать и знаете ли что именно когда господь меня развернул к писанию когда именно библия вернулась мою жизнь только лишь тогда у меня какой-то найти как я утопающий за сломинку схватился какой-то много было фактов исторически в моей голове я многое читал и интересовался тогда но и изучал теологию но знаете ли что пока не было вот этого стержня хребта этого все это просто валялась и не на пользу было знаете как в той игре в пирамидке да много фигурок этих штучек с дырочками вот я стержень если я стержень тогда на него все нанизывается да все понятно но если его нет это все просто кружки валяющиеся все вот так же и в жизни верующего если нет стержни этого это все просто-напросто просто-напросто вот отдельно этим кружки и я бога благодарю что в девяносто в том году вернулся этот стержень мою жизнь пришел мою жизнь спаситель иисус и с ним все стало проще гораздо проще я помню как на дискуссии одной диспуте таком импровизированным с традиционным одним священником русским православным это было в ижевске в адмуртии не в ижевске в адмуртии в одном из городов адмуртии так вот и он как традиционный священник их обновленец и вот мы на счет общались так вот будем договорить и дискуссии было и люди присутствовали там в основном были его прихожане евангельских верующих там было очень мало в основном были его его паста была и вот этот священник говорил много всего и я вопрос задал ему следующий я сказал вы как священник пожалуйста скажите мне сейчас вы сами возрождены свыше или нет вот если с вами если ваш сегодня последний час знаете ли куда вы пойдете в рай или ад этот священник он сказал буквально цитирую нет не возрожден говорит и скорее всего пойду в ад он сам видимо не ожидал что скажет я я его не тянул за язык он сам это сказал и даже люди задумались видимо потому что даже потом после уже дискуссии ко мне подходили благодарили меня его же паст его же паства и знаете ли он сказал это и опять пауза образовалась и я дальше вопрос поставил что говорю если вы сейчас только что сказали что вы не возрождены и скорее всего пойдете в ад то куда вы можете повести за собой людей потому что большинство из присутствующих это ваше паства они вам как пастуру доверяют он ничего не ответил он перевел разговоры резко он понял что попал в болото такое и перевел разговор какой-то политики там непонятно чем вообще но вопрос завис воздухе и знаете ли когда мы расходились уже я говорю его паства до того настроена агрессивно перед тем ко мне подходили ко мне и благодарили и ну в общем то видимо в них что-то пробудилось а потом уже я вернулся в киев домой и мне братья судмуртии значит звонили я спрашивал их как там у них дела а этот батюшка раньше этот священник раньше обижал евангельских верующих там и при том очень серьезно бежал не давал им жить нормально и вот служить и вот то есть и сам не а мы другим медам как собака на сене сидел на том приходе значит и вел еще к тому же такой ярко выраженный греховный образ жизни значит на глазах у поселка этого городка этого небольшого и вот и а мне эти христиане евангельские рассказывают знаете ли батюшка изменился вообще как бабки сводили вообще вообще другой человек не ругается значит там здоровается на улице приветствуется и больше того удивил всех тем что значит что там у себя в храме даже говорит запретил оскорблять евангельских верующих хотя сам раньше делал постоянно запретил и даже сказал бабушкам вам нужно еще у них поучиться верить бога бабушки были в шоке вот это да что случилось как в той книге они задумались но может еще не родился но уже где-то уже так уже скоро уже схватки серьезные его схватила что-то хорошо и а спасение происходит как возрождение через встречу с воскресшим иисусом короче переживать встречу с воскресшим христом все меняется его жизни приходит осознание греховности святости бога человек говорит слова покаяния и это меняет абсолютно все в человеке происходит новое рождение не от человека уже от бога от семени бессмертного вечного слава иисусу христу друзья мои я прошу вас я завтра еще буду кое-что рассказать из истории христианства думаю расскажу еще вам но знаете ли что да и также история христианского антисемитизма многие факты буду рассказывать сами делиться буду у нас немного времени на этой неделе но мы думаю очень многих тем коснемся так вот но я прошу ваших молитв допустим на ночь там вот или утром вы как молитесь вот вспомните пожалуйста и помолитесь о реформации православной церкви вам вам же лучше будет потому что на самом деле представьте себе только представьте если тысячи храмов по всей руси матушки если священники будут на иисуса указывать не на кого-то еще а бабушки скажут а мне же как же мне же царица небесная помогает по жизни мне же икона такая-то помогает мне же николай угодничек помогает или кто-то еще а священники вы сказали бы братья ни в ком и нам нет спасения ибо нет другого имени под небом данного человеком которым надлежал бы нам спастись будут указывать на спасителя и это исцелит церковь только лишь это никакие другие меры не спасут церковь только лишь это и это касается как лично жизни христианина если жизнь твоя замирает это яд змеиный знает яд греха который парализует его внутреннего человека убивает вы молитвенную жизнь убиваете парализует тебя в этот момент не паникую главное а слушай что говорит тебе твой пастор наш пастор господь он говорит следующее взирай на не просто медного змея какого-то она иисуса глазами веры и тогда я от нейтрализуется яд уходит в жизни отдельного верующего на так и в жизни поместных церквей если жизнь замирает давайте взирать на иисуса тогда жизнь она община будет оживать оживать и в жизни динаминации целых конфессе там юрисдикций и я верю в жизни православия еще поделюсь с вами еще даст бог а почему я так верю что воскресенье церковь есть есть кое-что у меня тоже что бог открывал в эти годы и я верю небезосновательно и на основании слова божьего и на основании того что бог открывал и всякий опыт мы должны проверять именно словом божьим и скажу так что когда мы молимся за спасение людей за воскресенье церкви то это хорошая молитва что бог не хочет смерти грешника он хочет чтобы все люди спаслись и достигли познания истины он хочет чтобы люди пережили возрождение свыше пошел и есть нашим воскресенье и наша жизнь аминь отец по моему и 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